Так, ура, пополам. Один вам на память, один нам. Подняли, отлично. Около 50 лет отделение переливания крови работало в поликлиническом корпусе, в помещениях, которые не соответствовали всем необходимым нормам. И вот теперь новое здание и новые возможности. Администрация нашей больницы, которая очень большое внимание уделяет службе крови, при поддержке Совета депутатов, нам выделили помещение. Это бывшее помещение коррекции зрения. Спланировали какие-то, значит, оставили стены несущей конструкции. Где-то спланировали кабинеты, соответственно, тем снипом, которые должны быть в нашем отделении. И получился вот такой прекрасный домик. Самое главное, по словам зав. отделением, это создать комфортные условия для доноров. Сейчас в кабинетах пока пусто, но в ближайшее время сюда завезут необходимое оборудование. И отделение будет готово к приему желающих сдать свою кровь для нуждающихся. Внутри все продумано до мелочей. От зоны забора крови до комнаты отдыха после процедуры. Чай-то у нас обязательно, даже сейчас, находясь, вот как Валерий Анатольевич, да, очень переживает, говорит, в стесненных условиях, ну, в любых условиях привыкли работать. Даже в стесненных условиях первое, что у нас любой донор расскажет, это чаепитие. Причем пока я не выпью 2-3 чашки чая, печеньки, вафельки, там все что угодно, конфетки, вот я донора не отпущу. В том числе и после кроводачи. Ежегодно сюда, в отделение переливания крови, приходит более полутора тысяч доноров. С введением в строй нового здания и обеспечением комфортных условий приток желающих сдать кровь будет намного выше. Поздравляю вас теперь в таком новом помещении, весь ваш коллектив, он очень дружный, очень такой целеустремленный. Я надеюсь, что вот это, наверное, будет твоей отправной точкой, когда количество доноров в нашем городском округе мытища значительно вырастет. Поздравляем вас. Три, четыре. Отпускаем. После открытия отделения некоторые участники торжественной церемонии решили принять участие в акции «Я дарю жизнь». Вы собираетесь сдавать кровь, как настроение? Ну, настроение бодрое, но волнительное. Это всегда волнительный процесс, поэтому сейчас, я думаю, мы все увидим. А на самом деле, конечно, смех смехом, но я вот всегда говорю, что можно много говорить о помощи, о людям, еще что-то. Лучше сделать одно конкретное дело, и оно пока поможет в очень трудной ситуации какому-то конкретному человеку. И не обязательно знать этого человека, главное знать и быть мотивом, что ты оказываешь помощь. Кровь для больных нужна всегда, говорят врачи. Чем ее больше, тем лучше для тех, кто в ней нуждается. Таких людей достаточно много, и именно от своевременной донорской крови зачастую зависит жизнь пациента, которому необходимо, например, переливание. Так что смело участвуйте в подобных акциях или просто приходите в МГКБ, и будьте уверены, ваша кровь поможет спасти чью-то жизнь. Ярослав Ярославцев, Денис Петров, информационная программа «День». Спасибо. Спасибо.